Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева-Черкесия. Смотрите сегодня выпуски. Сегодня исполняется 158 лет со дня окончания Кавказской войны одной из самых продолжительных войн в мировой истории. Кто и как следит за безопасностью опасных объектов Карачаева-Черкесии, кому государство доверило столь ответственную задачу, расскажем в программе. Отделить черстяную шубку быстро и не нанося увечья. Самые опытные стригали со всей Карачаевой-Черкесии соревновались за звание лучшего. Сегодня исполняется 158 лет со дня окончания Кавказской войны одной из самых продолжительных войн в мировой истории. К жителям обращается глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов. Мы склоняем головы в знак памяти жертв этого противостояния, обернувшегося трагическими последствиями для адыгов, абазин, нагайцев, русских, представителей казачества и других народов. В результате тех далеких исторических событий, ставших последствием геополитического соперничества ряда государств, были понесены большие потери. Оказались разобщенными целые этносы семьи, людям довелось пережить скитание, потерю близких, тяготы и лишения. Мы скорбим обо всех погибших в ту эпоху, оглядываясь на те события полуторавековой давности. Понимаем, даже в такие тяжелые времена народы сумели сохранить свой культурный код, язык, традиции и обычаи, чтобы передать их потомкам. Сегодня, живя в единой семье народов Российской Федерации, мы должны также бережно относиться к этому бесценному наследию предков. И живя в единстве и согласии, вместе идти вперед, стремясь к благополучию, стабильности и процветанию нашей многонациональной Карачаева-Черкесии, нашего общего Дома России. Сегодня траурные мероприятия пройдут в городах и районах республики. В Черкесске пройдет шествие к мемориалу жертвам Кавказской войны, где состоится митинг. В этот день участники памятных мероприятий будут говорить об уважении к историческому прошлому, о долге перед предками по сохранению культурного наследия адыгов, об укреплении мира и согласия в нашей многонациональной республике. Именно историческая память позволяет не повторять страшные ошибки прошлого, учит терпимости и уважению к другим народам и традициям. Ну а сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Государство предоставило службам безопасности коммерческих организаций, в чьем ведении находятся энергообъекты, полномочия проводить мероприятия по обеспечению безопасности самостоятельно. А вот надзор за их проведением возложен на особый отдел управления Росгвардии России, который занимается государственным контролем по обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Фатима Даурова побывала в гостях у Росгвардии и узнала, кто и как следит за безопасностью опасных объектов. Отделение государственного контроля Управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии было сформировано в 2016 году. И на него же тогда были возложены две основные задачи – контроль и безопасность. Подразделение следит за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и осуществляет контроль за деятельностью подразделений юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений вне ведомственной охраны. Что касается контроля за объектами ТЭК, то у нас также план сформируется на год, согласовывается руководителем территориального органа Росгвардии и согласовывается главой Карачаево-Черкесской республики, председателем антитеррористической комиссии. И вот в соответствии с этими планами мы ежегодно выходим на проверку по этим объектам и проверяем антитеррористическую защищенность, что касается объектов ТЭК, а что касается подразделений ведомственной охраны и подразделений с особыми уставными задачами, это соблюдение заказательства в области оброта оружия, охрану их деятельности. Подразделение принимает участие в ВОВне ведомственных комиссиях по категорированию объектов, проводит актуализацию паспортов безопасности. В зависимости от важности объекта проверки безопасности проводятся раз в год или раз в три года. Всё зависит от величины и сложности самого объекта. По объектам ТЭК, когда мы переходили в Росгвардию, у нас было всего лишь семь объектов. На сегодняшний день в перечень подлежащих обязательному категорированию в республике у нас находится 35 объектов. То есть за пять лет существования Росгвардии мы добавили 28 объектов. Инициировали на рассмотрение АТК республики и включили в перечень, затем их закатегорировали и объекты были включены в реестр объектов ТЭК Российской Федерации. В первую очередь сотрудникам Росгвардии необходимо изучить тома документации, а потом сверять, чтобы всё написанное на бумаге совпало с имеющимся по факту. Как представители закона они должны разбираться в юриспруденции. А чтобы осуществить проверку технически сложных объектов, необходимо иметь профильные знания на уровне инженера. В последнем к ним на помощь приходит специальный чемоданчик, в котором собрано всё необходимое для замеров. Этот чемоданчик выдается нам для осуществления нашей непосредственной деятельности, то есть проверок объектов топливно-энергетического комплекса на территории Карачаевской Республики. В данном чемоданчике присутствуют такие элементы, как, допустим, рулетка. В рулетке измеряется расстояние, которое определены в законодательных актах. Фотоаппарат, GPS-навигатор, люксметр, дальномер, подручные средства проверяющего. Перед выходом на очередной объект обязательно проверяются на исправность. В ходе проверок офицеры Росгвардии уделяют особое внимание контролю антитеррористической защищённости объектов, работоспособности систем видеонаблюдения, техники оснащения охранной сигнализации, систем контроля. Росгвардейцы также проверяют на предмет выполнения предписаний, полученных от ведомства. В Карачаево-Черкесии прошла образовательная мастерская национального гостеприимства. Десять лучших команд страны съехали, чтобы поделиться положительным опытом межнациональной дружбы. На презентации проектов побывала наша съёмочная группа. По подробности у Мурата Джанкёзова. Организаторами мастерской национального гостеприимства является Молодёжная ассамблея народов России «Мы россияне» при поддержке Министерства культуры Карачаева-Черкесии, Президентского фонда культурных инициатив и Федерального агентства по делам молодёжи. Ассамблея существует больше 20 лет, объединяя юношей и девушек разных национальностей на территории всей страны. «Мы приехали в республику Карачаева-Черкесия для того, чтобы провести здесь мастерскую национального гостеприимства. Мастерская национального гостеприимства проходит в рамках проекта, поддержанного президентским фондом культурных инициатив. И эта мастерская объединяет лучшие проекты, лучшие команды со всей страны». Более 30 человек из Томска, Омска, Казани, Москвы и других регионов представят свои проектные сценарии, основанные на исследованиях традиций гостеприимства. «Наш проект называется «Гастрономический навигатор». Мы создали приложение, которое позволяет заказывать пищу, и при этом есть доступность в приложении получить рецепт этого блюда и позволит разным категориям граждан знакомиться с культурой и с кулинарными изысками представителей регионов России». Для проведения мастерской гостеприимства Карачаева-Черкесия выбрана не случайно. Наша республика является одним из наиболее многонациональных регионов страны, обладающая многовековым положительным опытом межнациональной дружбы. «Кроме главного организатора, ни один из 20 участников в Карачаево-Черкесии раньше никогда не был. То есть мы смогли привезти сюда людей, которые увидят наш край, узнают нашу культуру, изучат наши традиции гостеприимства, их сложат тоже в свою копилочку. И такие проекты позволяют обмениваться опытом, каждый регион делает сильнее, ближе друг к другу, обмениваться и культурным, и молодежным, и проектным опытом. И, конечно, для нас это очень важно, потому что мы через такие, казалось бы, маленькие проекты, но их много, вот так связываем страну, ну и продвигаем культуру нашего любимого региона». За четыре дня участники вместе с федеральными экспертами, этнографами и представителями сферы гостеприимства доработают свои проекты, научатся взаимодействовать с партнерами и находить ресурсы для их реализации. Мурат Шенкёзова, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесии определили лучших стригалей региона. В селе Хасаут-Греческое Зеленчукского района прошел конкурс «День стригаля», посвященный вековому юбилею республики. О состязании участников и победителях Алихан Лепшоков. Глаза боятся, но руки смело берутся за работу. Задача мастера – быстро, то есть за короткое время, но и качественно подстричь барана. Республиканский конкурс стригаля проходил на базе племь-репродуктора «Магнат» в селе Хасаут-Греческое. Собрались самые опытные стрижки овец стригали со всех районов Карачаева-Черкесии. Аслан Википкеев долгое время занимается овцеводством и мастерски умеет стричь. Он буквально за две минуты может отделить шерстяную шубку от барашка и, что самое главное, качественно, не нанося увечий. В 85-м году в областном конкурсе я выиграл, а после этого не стал стричь, бросил стрижку. Вот обновили, вот сегодня сказали, приехал к стригу. Качественное руно не должно кусками стричься, оно должно быть целое. Стричка является обязательной процедурой для овец перед выгоном отары на литнее пастбище. Члены жюри уделяют особое внимание скорости и качеству стрижки. Здесь присутствуют те, кто много лет занимается овцеводством. Важно отметить, что овцеводческой отрасли в Карачаево-Черкесии уделяется особое внимание. Более того, республика уверенно входит в пятерку российских регионов, лидирующих по уровню овечего поголовья. В итоге первое место занял стригаль Ахмад Баташа, второе – Денислам Абисалов и на третьем – Хамид Шудаков. Все они из аула Кызыл-Октябрь. Было четвертое место, досталось оно Асланбию Кипкееву из станицы Староживой. Победителей призеров отметили кубками и ценными призами. Алихан Липшоков, Медина Джан Кезова, Ислам Урума, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. В поселке Кавказский сотрудники Прикубанского ОГИБДД совместно с активистами школьного движения в рамках мероприятия провели плановую информационно-пропагандистскую акцию «Внимание, дети!» Цель мероприятия – снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Ахмад Халкевич подробнее. Регулярно проводимая информационно-пропагандистская работа дает свои плоды, уверены полицейские. За весь период прошлого года на территории Прикубанского района было одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего ребенка. Ну а за текущий год не зафиксировано ни одного. Особый акцент делается на перевозке детей в автомобилях. Каждому из водителей доводится необходимость использования детских удержек устройств при перевозке детей в автомобилях. Каждому из них раздаются специальные стикеры, специально подготовленные по данной тематике буклеты. Юные друзья полицейских наравне со взрослыми коллегами ведут профилактические беседы с участниками дорожного движения. Как результат регулярной совместной работы с полицейскими и особого подхода педагогов, учащиеся специализированного класса общеобразовательной школы поселка Кавказский могут дать ликбез даже весьма опытным водителям. Вот, спасибо, будем пристегиваться. Да, пристегните и улыбнитесь, главный принцип. Тем водителям, у которых в семье есть дети, школьники давали фликеры со светоотражающими элементами, чтобы они могли обезопасить своего ребенка, сделав его более заметным в темное время суток. Акмар Халкищев, Максим Долгов, Рести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных вам выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова